Это вечерняя новость с Кариной Джалдошевой и Майкином Батырбековым. Региональная безопасность, проблемы мировой экономики и вировании завершилось заседание Всемирного Евразийского экономического совета. Против школьных поборов в Бишкеке прошел митинг родителей, школьников, со всей страны. Здравствуйте. Добрый вечер. О наиболее важных событиях расскажем мы и наши коллеги. Глава Минобразования запретил собирать деньги с родителей школьников. Соответствующий приказ подписан сегодня к Небека Мисаковым. Документ гласит, что запрещено требовать средства даже на проведение оккультмассовых и других мероприятий. Согласно распоряжению, теперь педагоги не смогут принимать участие в работе попечительских советов и родительских комитетов при рассмотрении финансовых вопросов. С приказом будет персонально ознакомлен каждый учитель, обещают в профильном ведомстве. В случае, если факт незаконного сбора денег будет зафиксирован или если на учеников будет оказываться морально-психологическое давление, виновные будут наказаны. А это либо дисциплинарное взыскание, либо освобождение от занимаемой должности. И продолжение темы. Образование должно быть бесплатным. Под таким лозунгом возле парламента прошла акция протеста. В ней приняли участие родители учеников. Они жалуются на необоснованные школьные поборы и считают, что все расходы учебных заведений должно оплачивать государство. На собрание побывала Анастасия Кан. К Белому дому вышли родители школьников. Они намерены добиться бесплатного обучения. Однако провести мирный митинг им запретили, поскольку по решению суда сейчас действует запрет на массовые протесты. Родители школьников возмущены, что в школе с них требуют деньги. По словам директоров, эти финансы уходят на охрану, ремонт школы, техничек и другие нужды. Нам директор на собрании сказал, если мы не сдадим деньги в школьный фонд, то закроют нулевые и первые классы. Мы в год платим 2600 сомов. У меня двое детей, это получается 5200. Хотя все эти сборы запретило министерство. Собравшиеся уверены, что директора школ, требующие сборы, должны быть наказаны по всей строгости закона. Ведь, по их мнению, это является коррупцией. На сегодняшний день мы требуем, чтобы работал закон, который у нас есть, об образовании, бесплатное обучение, чтобы родители ни одного сумма не платили. Даже вот этот попечительский совет под фондом родителей придумали, но все равно же собирается же. В управлении образования говорят, сейчас родители учеников активно финансово поддерживают школы. Но исключительно на добровольной основе. Требовать вообще не может. Директор школы может предоставить программу развития школы на какой-то определенный временной период, год или три или пять, и обратиться к родителям с этой программой. И если родители ее поддержат, что необходимо, какие ресурсы для этого необходимы, как их мобилизовать, из каких это будет источников, вот этот вопрос. Стоит отметить, что в общественные фонды, созданные родителями при школе, директора и учителя не вправе вмешиваться. И уже подписан очередной закон, запрещающий школам сбор денег. Сейчас Управление образования города проводит разъяснительную работу во всех общеобразовательных учреждениях. Анастасия Кан, Бакыт Кашалиев, Талас Аманбеков, Пятый канал. И в положении темы мы обсудим проблему школьных поборов с нашими гостями. Трюхан Дзюнузбеков, это у нас гражданский активист, и Марат Васиналиев, начальник управления дошкольного, школьного и внешкольного образования. Добрый вечер, господа. Добрый. Сегодня министр образования подписал приказ о запрете поборов. Будет ли этот приказ работать, как вы думаете, господин Дзюнузбеков? Этот приказ не будет работать, так как здесь не написано, что фонды и попечительские советы, запрещающие побор денег. До этого тоже эти фонды работали, попечительские работы, родительские советы, они работали, они собирали деньги и передавали руководству школу, директорам школ. И никакие здесь отчеты нет. И мы по нашим расчетам ежемесячно некоторые школы миллионы-миллионы собирают, но никакие дела нет. И этот фонд, вот этот приказ не запрещает. Господин Дзюнузбеков, вы согласны с этим? Добрый вечер. Конечно, этот приказ, я считаю, сегодня приказ это 1151-1, который подписал министр образования Исааков Ханебек. Это реальный приказ. Вот здесь говорят родители, мы официально этим приказом запретили вмешиваться в финансовые дела директора школы, зауча школы, учителя школы. Если это родительские деньги, то за нее должны нести ответственность сами родители. Мне бы хотелось бы наоборот обратить. Вот сейчас родители говорят, перед этим было тоже хорошие дебаты. Три родителя, три мнения. Одни говорят, мы хотим участвовать, помогать в школе, другие говорят, не хотим. Я как гражданин, как родители, я тоже заявил тогда, родители, определитесь и окажите нам помощь. Не они просят нас запрет, мы просим. Если вы собираете, собирайте. Если не хотите, окажите помощь нам, не собирайте. Теперь вот здесь мотивируется главный закон, Конституция, 45-я статья. В 45-й статье, я ее трактую официально, написано. Образование, основное образование. Основное это у нас 9 классов. Среднее это 11. В Конституции написано, основное образование дается бесплатно. Цитирую слово образование. Содержание там не написано. Мы сегодня официально во всех 2265 школ с армией 120 тысяч учителей мы исполняем Конституцию. Мы даем образование бесплатно. Но то, что касается питания, то, что хотят охраны, в кружок на танцы повезти, согласитесь, этого не прописано. Поэтому я считаю о том, что родители, которые сами организовали этот фонд, возможно это было принудительно со стороны некоторых директоров, и издан вот такой хороший приказ. Вплоть до освобождения, если будут замешаны. На основании этого завтра министр собирает всех районных, городских отделов образования, где стоит первое, это осенне-зимний период подготовка, и второе обсуждение вот этого данного приказа, который мы доведем. Эта проблема очень остро стоит в городах Бишкек, Ош и в Чуйской области, внутренний раз, в других нет. И я бы призвал родителей, каждый, чтобы начал с себя. Утром отправил ребенка в школу, вечером сделал с ним домашнее задание, а дел утром опрятно опять же отправил. Все, больше мы ничего не требуем. Но если это дополнительно кружок комуза, урок английского языка, будьте добры, горячее питание, здесь каждый имеет сам свое право выбора. И каждый родитель, чтобы мы говорим, учесть о том, что в местах полной миграции 40 детей. Город Бишкек, очень социально тяжелом положении, город Ош, но мы же выполняем закон образования, дать бесплатно. Пусть 40, но мы даем, пусть 45 мы даем, потому что всего в Бишкеке 98 школ. А родители, просьба такая родителям, оказать нам, Министерство образования, оказать образовательным учреждениям помощь. Это вообще, пусть сами, которые создали родительские фонды, пусть они сами отменят. Спасибо. Господин Юнициалист, скажите, пожалуйста, Министерство образования всегда утверждало, что сборы только происходят на добровольной основе. Насколько это правомерно, по вашему мнению? Это вообще должно быть очень правомерно. Еще раз, ассаламу алейкум, дорогие кыргызстанцы, дорогие родители. То, что говорят, вот это новый изданный приказ министра Исаакова о том, что фонды больше не будут существовать, это ложь. Фонд будет существовать, родительский комитет будет они собирать. А то, что говорят, вот эта коррупционная схема, мы всегда говорим. Вот директора школы, 10 лет, 15 лет, 20 лет работающие, они хорошо там сели и через своих родителей, Папитический совет сделали свой и через них эти деньги собирают. Через них этих денег собирают и распоряжается директор школ, как хочет, так и делает. Например, мы посмотрим, что сделано. Сделано около 100 тысяч сомов, да? А собирается около 10 миллионов сомов. Вот, например, на охрану, на охранную агентство 300 тысяч выделяется, а с каждого ученика требует, например, 500 сомов. А в школе 4 тысяч, например, школьников. 4 тысяч умножить 500 сомов, это около 10 миллионов сомов. Вот это коррупционное дело. Почему они очень заинтересованы, эти директора школ? Они давят преподавателям, чтобы они собрали. Некоторые, если не можешь собрать половину, да? Они через своих собраний эти преподаватели давят. Почему ты не можешь работать, не можешь собирать эти деньги через этих своих людей? А если собираются, то эти деньги, например, уходят нецеленаправленно. Мы посмотрели, директора школы дома, да? Огромные дома. Вот туда и уходят все эти деньги. Мы хотим, чтобы все было справедливо и едино. Благодарю. Господин Юнисалиев говорит, что все-таки коррупционная система сохранится в школах. Ваше мнение. Как раз и говорится о том, что останутся фонды, останутся будут собирать, строят дома. Поэтому мы издали этот приказ, чтобы не собирали учителя, не собирали заочи, не собирали директора школ. Если там идет большой поток финансовых нарушений, это компетенция правоохранительных органов. Мы занимаемся образованием. И в данный этап я считаю, в первую очередь виновны и те, кто сдают эти деньги. С какой целью сдают? Я не видел, чтобы выкручивали руки и подписывали, я добровольно соглашаюсь сдать. Это должно быть единое мнение родителей. Если соблюдать чистоту, каждый должен выполнить свои обязательства. Родители свои, мы свои, правоохранительные органы свои. И вот то, что приказ не работает, это неправда. Министр решительно издал приказ, официально, категорически запретил принимать участие во всех финансовых отношениях. В случае замечания принятия участия, будем принимать. Это и есть как раз борьба в Минобразовании. Вот именно поэтому мы говорим, чтобы вот такие попечить через родительский комитет, не надо собирать эти деньги. Если кто-то хочет помочь, то от этого никто не откажет. Пусть этот попечительский комитет, это же вы же создаете. Это создаются с помощью директора. И эти фонды тоже с помощью директора. Почему? Потому что есть интерес. Но мы запретили директора. Через них несколько миллионов они себе прихватизируют. Через них. Именно поэтому они создали, они теперь очень заинтересованы, чтобы эти дальше-дальше работали. Поэтому они очень заинтересованы туда, родительский комитет председателем, свои люди там сидели. Они инициативу поднимают, давайте за охрану 500 сомов, давайте за воду, сегодня придумали, за воду 200 сомов, давайте за сторож еще 200 сомов. И разные-разные что-то придумывают, чтобы собрать эти деньги. Сразу нажало сдавить, давайте, что от своего ребенка жалко, ты на той празднике 1000 сомов даешь, а на ребенку 500 сомов жалко, вот такими жалостными, чтобы заставляет добровольно, принудительно называется, принуждает человека. А некоторые факты были, что у меня 4 ребенка, если по 5000 сомов даю, 20 тысяч не могу дать. А директор школы вызывает, я виноват, чтобы ты рожала 4 ребенка, давай, давай, если не делаешь, то уходи в другую школу. Вот такие были. Какая школа мы будем меры принимать? Маловодная школа была. Маловодная школа. Да, и какие меры будут приниматься, кстати, господин Националиев? Приказ 1151-1 от 1 октября в случае подтверждения, обоснованности, вплоть до отстранения от занимаемой должности. Это наши функциональные обязанности министерства. А там какие виды наказания, привлечения и так далее, тоже будут принимать правоохранительные органы. То есть вот здесь должна быть компетентностный подход. Мы подводим к учителям о том, чтобы они не вмешивались в никакие фонды. Родители выполняют свои функциональные обязанности, свое время приводят детей, занимаются. Дети опрятные, аккуратные, требованиям СанПИНа. Все мы обучаем. Будут нарушения, мы будем принимать меры. И просил бы родителей конкретно это озвучивать, какая школа, с каких требований мы будем после этого приказа принимать меры. Именно поэтому мы создали республиканский родительский комитет. Почему? Потому что по всем местам, по городу Убишкей, по Чуйской области и другие области, везде вот такие нарушения. И принуждают родителей. Именно поэтому они все сегодня в лицо говорят. Поэтому они пришли в Белый дом, не боясь правоохранительных органов. Создали родительский комитет республиканский. Также было создано и школьный. Не министерство создает же эти родительские комитеты. Мы создали, чтобы охранять право родителей. А там деньги собираются. Это разные вещи. Где создаются комитеты родительские ради деньги. 505 тысяч сумм. Вот этих родителей надо привлекать тогда. Благодарим за ваши ответы, дорогие гости. А я напомню нашим телезрителям, что у нас в гостях были гражданские активисты Трехан Джунусбеков и Марат Усиналиев, начальник управления дошкольного, школьного и внешкольного образования. А мы продолжаем нашу программу. И к другим темам. Впавший в кому начальник УВД Чуйской области Самат Курманкулов пришел в себя. Об этом сообщил начальник медслужбы МВД Нурдин Митеров. Ранее сообщалось, что в состоянии милиционера наблюдается положительная динамика к выздоровлению. У Самата Курманкулова восстановились двигательные функции. Он может говорить и давать показания. Сейчас его реабилитацией занимаются в одном из московских медицинских центров. Напомним, милиционер пострадал 7 августа при штурме резиденции Алмазбека Тамбаева в Койташе. Ему проломили голову камнем. Врачи были вынуждены провести операцию по трепанации черепа. Руководителя Кыргыз-Концеп Емилия Миталиева вызвали сегодня на допрос в военную прокуратуру в качестве свидетеля. По его словам, он совершенно не представляет, по какому поводу. Бизнесмен предположил, что, возможно, это связано с каким-либо политическим делом, но он пока не знает, с каким именно. Также он отметил, что обязательно сообщит общественности о причинах повестки, если от него не потребуют написать подписку о неразглашении. Напомним, Эмилию Миталиев в 2010 году возглавлял Министерство экономического регулирования. Во время беспорядка в селе Куэтаж за медицинской помощью обратилось 139 человек. Об этом на заседании Госкомиссии по расследованию событий 7-8 августа сообщил министр здравоохранения Космос Бекчелпонбаев. Однако член коллегиального органа Исмаил Исаков заметил, что цифры Минздрава и силовиков значительно отличаются. По данным МВД и ГКНБ пострадало 123 сотрудника ведомства. Исаков был удивлен разницей в количестве пострадавших силовиков по сравнению с гражданскими лицами. Отметим, что Госкомиссия по изучению событий в Куэтаже провела последнее заседание. Вице-премьер-министр Джиниш Розаков отметил, что срок работы комиссии стекает 12 октября. Он подчеркнул, что все допросы и уточнения завершены. В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров. Конышбека Кулматова и Албека Ебраимова. Сегодня допросили свидетелей по эпизоду со школой в жилмассиве Калысордо, аудиторов счетной палаты. В рамках уголовного дела они давали заключение, что компания TBI должна была зачислить 2 миллиона долларов на счет мэрии. Защита интересовалась, на основании какого нормативно-правового акта они пришли к такому выводу. В ходе допроса аудитор начал опутаться в показаниях, говорит, что деньги должны были поступить на счет Минобразования. А тем временем задержаны трое жителей села Челдовар, оказавшие сопротивление сотрудникам ГКНБ. Напомним, 28 сентября около контрольно-пропускного пункта Челдовар неизвестные оказали сопротивление сотрудникам Госкомитета национальной безопасности, проводившим оперативные мероприятия. Суд избрал в отношении арестованных меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Телеведущая программа «Прямой эфир» Андрей Малахов на канале «Россия-1» извинился на двух языках перед кыргызстанцами. Это произошло в передаче, вышедшей в эфир вечером 1 октября. Напомним, 24 сентября во время этой же телепередачи ее ведущий Андрей Малахов и его гости обвинили кыргызстанца Исламбека Акбарова в заказном убийстве. Ранее ведущий признался, что не мог представить, что его личное мнение может вызвать столько недогадования у жителей демократического Кыргызстана. Древняя мудрость кыргызского народа гласит «Умей слушать и будь услышан». Я хочу, чтобы меня услышали сегодня зрители в России и в Кыргызстане, кого могли ненароком задеть или обидеть мои неправильно понятые слова, сказанные в этой студии. От имени всей редакции программы «Прямой эфир» и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления. Нашу программу смотрят во всем мире, и мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей, независимо от их страны и национальности. Кичерип Каюнуздар. Прошу прощения. Региональная безопасность, мировая экономика, конкурентная политика, а также торговые войны. Эти вопросы обсуждали на заседании Высшего Евразийского экономического совета глав государств Союза. Кроме того, Молдова участвовала в качестве страны-наблюдателя, а Иран и Сингапур в качестве приглашенных стран. По итогам встречи подписан ряд документов, в том числе бюджет ЕС на 2020 год. Подробности в нашем следующем сюжете. Заседание Высшего Евразийского совета началось в расширенном формате с участием не только членов Союза, но и приглашенных в лице президента Молдова, Ирана и премьер-министра Сингапура. На повестке дня были вопросы развития сотрудничества стран и углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Президент Сором Баджимбеков отметил, что ЕС доказал свою состоятельность и стал сильным интеграционным объединением. За пять лет создано единое таможенное пространство. Наши правительства должны предпринять соответствующие меры по устранению препятствий на внутреннем рынке. Если мы будем их устранять, наш Союз может не достичь своих целей. Мы заинтересованы в прозрачности и объективности проведения таможенного контроля на внешних границах Союза. Поэтому, как ранее предлагал, имеется необходимость проведения тройного контроля на таможенных пустох пропуска. При нынешнем условиях право Союза не позволяет комиссии проводить подобные мероприятия. А вот глава Казахстана Касым Джомар Такаев подчеркнул, что быстро меняющаяся конъюнктура рынка, растущая конкуренция между державами, торговые войны, рост протекционизма приводит к нестабильности мировой экономики и призвал активизировать работу по снятии торговых барьеров. Снижение темпов экономического роста в мире, особенно у наших основных торговых партнеров Европейского Союза, Китая, могут повлечь за собой и нежелательные последствия для нас. В рамках участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета в городе Ереван Чеймбеков встретился с президентом Республики Молдова Игорем Дадоном. Обсуждены текущие состояния и перспективы двухсторонних отношений. Игорь Дадон отметил позитивное сотрудничество Молдовы с Кыргызстаном в рамках членства в ЕАЭС. Особо подчеркнул, что путь сближения Молдовы с интеграционным объединением начался именно в Бишкеке в 2017 году. Параллельно совету прошел форум с участием представителей бизнеса и членов правительств стран ЕАЭС, где обсуждали транспортные и логистические вопросы. Так, все участники единово мнения, что пришло время объединить все транспортные и иные системы для оптимизации развития экономик и благосостояния граждан Союза. Здесь очень активно вопрос поднимался относительно цифровизации транспортной инфраструктуры, поскольку на сегодняшний день еще раз мы понимаем, что конкретно способность наших стран может быть усилена только путем создания единых систем цифровых, которые будут не только формировать саму инфраструктуру, но и будут формировать систему управления этой инфраструктурой. Эксперты отмечают, что за пятилетний период Союз показал не только свою живучесть, но и вызывает интерес других стран. Ключевым пунктом повестки дня заседания ЕАЭС Ключевым пунктом повестки дня заседания Высшего Совета стало подписание соглашения о свободной торговле между государственными участниками Евразийского экономического союза и Республикой Сингапур, который открывает для стран ЕАЭС большой регион Асиан населением 600 миллионов человек. Мы не останавливаемся на тех соглашениях о свободной торговле, которые уже подписаны. Это Вьетнам, Иран, Сингапур, но и в ближайшем будущем идет вопрос о подписании такого договора с Индией, с Израилем, с Сербией, с Египтом. То есть достаточно активная будет вестись работа на международных площадках по расширению наших торговых партнеров. В итоге участники Высшего Евразийского экономического совета подписали 14 документов, среди которых бюджет Союза на 2020 год, формирование общего финансового рынка ЕАЭС и другие. После подписания документов председатель, стоящего в ЕАЭС, премьер-министр Армении Никол Пашинян передал председательство в организации президенту Белоруссии. Эрмей Куренкеев, Адлет Марсбеков, Пятый канал. Ну а мы переходим ко второй части программы. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, это новости на пятом. Я и мои коллеги расскажем. Наш эфир продолжит. Мы начинаем. С каждым годом население Бишкека и Аша растет. Государство взялось за проблему внутренней миграции. Премьер-министр посетил золоторудное месторождение. О двусторонних обязательствах расскажут наши корреспонденты. И к международным новостям. На Тайване обрушился мост. Есть пострадавшие. Переезд через водную артерию рухнул в уезде Илань. Когда по нему проезжала цистерна для бензина, сообщает местное информационное агентство. ЧП произошло во вторник в первой половине дня. Согласно записям видеонаблюдения, патрульная служба грузовик с горючим упал на пристань. Под мостом находились рыбацкие лодки. И многие люди оказались в воде. На месте работают спасатели. Они выясняют число пострадавших и затопленных судов. А также причину происшествия. По данным пожарной службы, 10 человек были госпитализированы. На дорогах Нидерландов пробки общей длиной за 1000 километров. Это голландские фермеры вышли на акцию протеста. Сама манифестация прошла в Гаге. Но поскольку крестьяне собирались туда со всей страны на техоходной технике, все окрестные шоссе встали. Фермеры возмущены ростом необоснованного, по их мнению, экоактивизма. Они очень недовольны имиджем, который работникам сельского хозяйства создают защитники природы и политики. Крестьян обвиняют в неэкологичном производстве, выбросах парниковых газов и издевательствах над животными. Аграрии заявляют, что эта политика приведет к подрыву отрасли, которая не просто производит продукты питания, но делает это с большой прибылью. В прошлом году доходы от экспорта сельхозпродукции из Нидерландов превысили 90 миллиардов евро. Премьер-министр Мухаммед Калай Аблагазиев посетил родник Кумтор. В ходе встречи премьер провел переговоры с руководителем компании Сентера Голд Скоттом Перри. Стороны обсудили вопрос о новом стратегическом соглашении. На золоторудном месторождении побывала и наша съемочная группа. На переговорах были обсуждены вопросы деятельности золоторудного предприятия и перспективы дальнейшего сотрудничества с учетом вступления в силу стратегического соглашения между Фондом развития природы и Фондом социального партнерства по развитию регионов и компанией Сентера Голд. Напомним, вступивший в силу документ был подписан 11 сентября 2017 года и содержал перечень взаимных обязательств, согласно которому золотодобывающая компания внесет весомый вклад в улучшение и экологическую ситуацию в стране. Сентера Голд теперь каждый год будет переводить средства в размере 3 миллионов 700 тысяч сом в Фонд развития природы до окончания своей деятельности на руднике. Мы видим, что процесс работы проходит на высокотехнологическом уровне. Самый главный вопрос – это продление сроков эксплуатации рудника Кумтор. Это позволит сохранить рабочие места и в целом окажет позитивное влияние на экономику. На 2020 год в бюджет компании заложено около 20 миллионов долларов на продолжение геолого-разведочных работ. Премьер-министр подчеркнул, что одна из основных задач – это дивиденды. Их Кумтор не уплачивает Кыргызстану с 2016 года. На самом деле наши текущие геолого-разведывательные программы сосредоточены в районе существующих разрабатываемых участков, то есть это центральный участок и участок Сары-Тор. Вблизи этих участков мы пытаемся найти дополнительные запасы. Предварительно можно сказать, что положительные результаты геолого-разведывательных работ уже имеются. И насколько это продлит работу рудника, говорить пока рано. До этого говорилось, что работа на руднике продлится до 2026 года. Однако канадская компания рассчитывает найти дополнительные запасы, которые помогут продлить срок эксплуатации на неопределенный срок. Также мы затронули вопрос о выплате дивидендов Кыргызской республики. По словам президента компании Цинтера Голд, Скотта Перри, он пообещал поднять вопрос в ближайшее время на рассмотрение совета директоров и решить его. Премьер-министр отметил высокий уровень организации производственного процесса в народнике Кумтор и подчеркнул, что в этом отношении предприятие должно являться образцом для других горнодобывающих компаний. И к другим темам. По данным госслужбы миграции, за годы независимости свое постоянное место жительства в республике сменило более полутора миллионов человек. Только в Бишкек и Ож из регионов переезжает большое количество людей, которые не удосуживаются сменить регистрацию своего места жительства. Проблема трудоустройства такой категории граждан актуальна и требует скорейшего решения, признаются в госорганах. О трудностях, с которыми сталкиваются внутренние мигранты, расскажет наш корреспондент Агирим Рызбекова. Имманкулов Каннебек 19 лет проработал в одной из государственных организаций. Три года назад его уволили из-за отсутствия городской прописки. Теперь уроженец Искочкорос китается в поисках новой работы. Однако все его попытки остаются безрезультатными. Меня, как мигранта, уволили с работы. Грозились. Говорили, уходи добровольно или принудительно по статье. А там я работал много лет. Судился с ними. В итоге выиграл. Но потом не захотел тратить себе нервы. Ушел с работы. Если количество внешних мигрантов, уезжающих из страны, фиксируется, то поток внутренних мигрантов из региона в столицу выявить крайне сложно. В стране нет обязательной перерегистрации. Временную прописку делают лишь в том случае, когда нужно получить социальную льготу. Например, при получении пособий или устроить ребенка в садик. Но и у внешних, и у внутренних мигрантов существует одна общая проблема – нелегализованность. Собирают чемоданы, садятся в самолет, на машину и приезжают в другую область или в другую страну в поисках лучшей жизни. Забывая о том, что если вы нелегализованы, то вы несуществующий человек, прозрачный. То есть вас по сути нет. Работодатели прекрасно это знают, пользуются этим, активно пользуются. Они не заключаются с такими людьми договоров. Нет трудовых книжек. То есть этих людей по сути не существует. Ни для работодателя, ни государства особо не в курсе, что этот человек переехал куда-то. И в итоге получается, что этих людей просто беспощадно эксплуатируют. В целях оказания консультационной юридической помощи в апреле были созданы центры по защите трудовых прав женщин-мигрантов. Один из них находится в Бишкеке, второй – в Исфане, в Баткенской области. Основная цель, по словам руководителя организации, – это помощь в легальном трудоустройстве граждан, прибывших из региона в столицу. Центр за время своего существования провел более 50 консультаций, различных тренингов, семинаров. А мы часто проводим мероприятия на базе профтехучилищ, потому что молодежь, она тоже как бы сталкивается с этой проблемой. И несмотря на то, что в основном центр как бы называется, что по защите трудовых прав женщин-мигрантов, конечно, к нам обращаются мужчины. То есть это не говорит о том, что мы не предоставляем эти консультации. Согласно последним данным, в Кыргызстане более одной трети населения за последние 15 лет сменили место жительства. Особенно высокотток жителей из высокогорных регионов. Главными причинами является безработица, низкий уровень зарплаты, неудовлетворительное социальное обеспечение. Основная масса внутренних мигрантов оседает в городах Бишкек, Ош и Джалабад. Айгирим Рыспекова, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал. Проблемы и перспективы развития родного языка обсудили сегодня на научно-практической конференции. Она посвящена 30-летию со дня принятия закона о государственном языке. Мероприятие прошло с участием ученых, лингвистов, а также были представители из других стран. Тему продолжит наш корреспондент Миримай Лыбекова. Разговоры о популяризации кыргызского языка ведутся с первых дней независимости Кыргызстана. Большой склад сохранения и развития родного языка вносят писатели, поэты, учителя и ученые. Однако этого недостаточно, считают эксперты. По их мнению, до сегодняшнего дня видимых улучшений в изучении языка нет, несмотря на то, что с момента принятия закона прошло 30 лет. Основная причина заключается в том, что учебные пособия составлены без учета лексического, орфографического и грамматического минимума. Весь язык выучить практически невозможно. Но в каждом языке есть самые частотные и самые употребительные слова. Например, в мировой практике, допустим, частотный словарь английского языка где-то в пределах 4000 слов. Частотный словарь русского языка тоже в пределах где-то 450-400 слов. То есть, если человек овладеет этими словами, он может свободно говорить и понимать где-то около 90% текста на том же кыргызском языке или на том же русском или английском языке. Вот что значит лексический минимум. С 2014 по 2020 годы разработана национальная программа по реализации языковой политики. В рамках этого все госслужащие должны обладать сертификатом о знании языка хотя бы начального уровня А2 и последующие годы совершенствовать свои знания до свободного владения госязыком. Это касается не только муниципальных работников, но и абитуриентов. На сегодняшний день по республике Кыргыз-Тест прошли уже порядка 25 тысяч человек. И одним из таких ключевых шагов является создание госучреждения Кыргыз-Тест. Вот уже в течение такого маленького срока, как 4 года, Кыргыз-Тест поставил свою работу на такой хороший уровень. И в последнее время, уже с прошлого года, государственные и муниципальные служащие прошли тест на знание государственного языка. На научно-практической конференции сегодня члены правительства, учёные и общественники обсудили проблемы сохранения и дальнейшие перспективы развития госязыка. Важен обмен опытом. На мероприятии присутствовали представители из Российской Федерации. Как рассказали участники по республике, ожидается проведение ряда мероприятий для поднятия статуса кыргызского языка. В этом году исполнилось ровно 30 лет с момента принятия закона о кыргызском языке как государственном. В этой связи мы намерены провести ещё научные конференции, встречи экспертов и другие мероприятия. Основная цель конференции сегодня – это изучение текущей ситуации вокруг государственного языка и планы на будущее. Я верю, что мы здесь обменяемся опытом с участниками других стран и предпримем новые решения. Закон о кыргызском языке был принят 23 сентября 1989 году Джоорху Кенеша. С этого момента проводится множество мероприятий, посвящённых развитию государственного языка. Однако, как показал опыт, результаты приходят не сразу. Как считают эксперты, одним принятием законопроекта ограничиваться не надо. Для достижения желаемых результатов надо и соблюдать его. В некоторых районах Бишкика завтра, 3 октября, не будет холодной воды. Пресс-службы мэрии утверждают, что причиной отключения – ремонтно-профилактические работы на водозаборе Северной и городских водопроводных сетей. Воды не будет с 9 утра до 7 вечера в районе ограниченном улицами Куренькеева, Абдрахманово, Илебесово, Бельской и Рикой Алочой. А тем временем в Кыргызстане ожидаются заморозки. Пресс-служба МЧС распространила штормовое предупреждение. По её данным, 2-3 октября ночью в предгорных районах Чуйска и Джалалабадской областей местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов. В зоне земледелия Таласка и Сыпульской областей до минус 3. В зоне земледелия Нарынской области температура опустится до 4 градусов ниже нуля. И в завершении выпуска председатель Китая Сыцзиньпинь наградил этническую кыргызскую бурмахан Молдон наградой высшей степени. Указ о награждении 42 китайских и иностранных граждан национальными медалями и почетными званиями Сыцзиньпинь подписал 17 сентября. В преддверии 70-летия Китая 29 сентября в Пекине прошла торжественная церемония вручения наград. Более 50 лет бурмахан Молдон патрулировала границу на высоте около 4000 метров и мобилизовала свой поселок для патрулирования. Женщина внесла огромный вклад для национальной безопасности. Было отмечено на церемонии награждения. Далее мы перейдем слово Нарану Айпу, политическому обозревателю пятого канала. Здравствуйте. Здравствуйте. О чем расскажете сегодня? О школьных поборах. Вот так кратко, четко. Ну, поборы – это действительно такая вот отражающая суть. Слово, на самом деле, эти фонды, да, такие фонды есть и везде, и в Европе, и в других странах, но там люди так не воруют. Желаю вам удачного эфира. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Спасибо за внимание. До свидания. Прогноз погоды и авторский проект о главном продолжит наш эфир. Приятного вечера. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok